Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Гостем нашей сегодняшней студии стал заместитель и руководитель управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Алексей Васильевич Лощенов. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Тема нашей сегодняшней беседы о новом порядке налогобложения – имущество организации и физлиц по кадастровой стоимости. Как мы знаем, с 1 января следующего года произойдут существенные изменения. Налог на имущество организации будет исчисляться не по среднегодовой, не по индивидуализованной стоимости, а по кадастровой. Давайте попробуем разобраться в этой теме. Совершенно правильно вы сказали. Я напомню, что с 1 января 2016 года как налоги на недвижимое имущество физических лиц, так и налог на имущество организации в отношении определенных типов объектов недвижимого имущества на территории Рязанской области будет исчисляться от кадастровой стоимости. Ну вот, применительно к организациям, наверное, давайте разберемся с вопросом о том, по каким же объектам исчисление налога будет производиться от кадастровой стоимости. Это не все объекты. Перечень таких объектов установлен статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Вкратце, что это за объекты? Это объекты административно-делового, офисного назначения. Объекты предназначены для размещения объектов торговли, предприятий бытового обслуживания населения, предприятий делового назначения, соответственно, и нежилые помещения внутри этих объектов капитального строительства. Принципиально подчеркнуть, как будет формироваться перечень соответствующих объектов. Дело в том, что налогообложение по имуществу организации от кадастровой стоимости будет осуществляться только в отношении тех объектов, которые попадут в специализированный перечень. Вот перечень таких объектов формирует Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, используя информацию, которая предусмотрена налоговым кодексом из нескольких источников. Первый источник сведения – это наличие объектов капитального строительства на земельных участках, имеющих соответствующие виды разрешенного использования. Ну, скажем, земельный участок был предназначен для размещения объектов торговли, соответственно, все объекты капитального строительства, которые находятся в границе этого земельного участка, они будут облагаться налогом от кадастровой стоимости и должны войти в соответствующий перечень. Второй источник информации – это функциональное назначение самого объекта – здания, сооружения. Предположим, если объект вводился в эксплуатацию с наименованием торговли, торговый офис на объект, соответственно, объекты бытового обслуживания, общественного питания, в том числе для населения, то такие объекты по своему функциональному назначению, имея не менее 20% нежилых помещений, используемых для этих целей, тоже войдут в соответствующий перечень. Ну и третий источник информации в отношении этих объектов – это фактическое использование таких объектов. Сегодня развернуто мероприятие по обследованию объектов капитального строительства, и если в результате обследования, которое проводится во взаимодействии областными и муниципальными органами, будет выявлено, что объект фактически используется, и не менее 20% его получили для размещения административно-деловых, офисных объектов, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов делового, соответственно, назначения, то в этой ситуации этот объект тоже должен войти в перечень. Ну и я напомню сразу в преддверии вашего вопроса о том, где же можно будет посмотреть такой перечень объектов, он будет включать в себя кадастровые номера и адреса. Такой перечень будет размещаться на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Федерации, это Министерство имущественных и земельных отношений, также он будет передан налоговый орган, мы его на своем сайте разместим. В ближайшее время, это до 15-17 ноября мы планируем, соответственно, такую работу провести, для того, чтобы все налогоплательщики понимали, в отношении какого объекта капитального строительства исчисление налога уже с первого авансового периода 2016 года нужно будет проводить по кадастровой стоимости. По каким налоговым ставкам будет исчисляться налог в отношении этих объектов? Действительно, первоначальная конфигурация перехода к исчислению налога от кадастровой стоимости, она предусматривала деление ставок по налогу на имущество организации на два вида. То есть это организация, которая применяет общую систему налогообложения и ставка первоначальная на 2016 год установлена в размере 2%. И организации, применяющие специальный налоговый режим, ну это субъекты малого предпринимательства, использующие упрощенную систему налогообложения или единоналогный обмененный доход, для них первоначальная ставка планировалась 1%. Но я напомню, что в течение этого года по заказу Министерства имущественных и земельных отношений области был проведен второй тур государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Результаты второго тура уже утверждены постановлением этого министерства 8П, они опубликованы на сайте министерства и в газете «Рязанские ведомости» официально. И вот учитывая, что второй тур привел к увеличению размера кадастровой стоимости объектов капитального строительства, по которому исчисление налога будет осуществляться от кадастровой стоимости, правительство области внесло соответствующий законопроект в Рязанскую областную думу, он уже рассмотрен и одобрен думой, и в ближайшее время рассчитан на то, что он будет опубликован. Этот законопроект предусматривает снижение налоговых ставок для исчисления налога от кадастровой стоимости. Организации, которые используют общую систему налогообложения в 2016 году по этому законопроекту, будут платить налог по ставке 1,5% от кадастровой стоимости. А организации, которые используют специальный налоговый режим, это одна из мер таких, поддержки, стимулирования развития дальнейших этих организаций, они будут платить налог по ставке 0,3% от кадастровой стоимости. Поэтому, принимая во внимание, что спецрежимщики раньше у нас никогда налог на имущество не платили, они были освобождены. Для 2016 года впервые по таким объектам они будут уплачивать налог, и принимая во внимание, соответственно, второй тур кадастровой оценки, было принято вот такое решение. Мы тоже, соответственно, участвовали в его разработке для того, чтобы снизить налоговую нагрузку и сделать ее адекватной. Давайте уточним, как организация сможет узнать кадастровую стоимость, исходя из которой ей придется платить налог. Здесь ничего нетрадиционного нет для организации. Они уже сегодня платят земельный налог, и кадастровую стоимость объектов капитального строительства можно получить из тех же самых источников, что и кадастровую стоимость земельных участков. Это сведения государственного кадастрового недвижимости, которые предоставляются сегодня территориальными органами и подведомственными учреждениями системы Росреестра в виде кадастровой справки. Она предоставляется бесплатно по запросу любого лица. Ну и самый такой современный, интерактивный способ взаимодействия, бесконтактный, это на публичной кадастровой карте Росреестра, вводя кадастровый номер соответствующего объекта капитального строительства, можно получить информацию о кадастровой стоимости. Ну и третий способ, можно ознакомиться просто с результатами государственной кадастровой оценки второго тура, Я уже об этом говорил сегодня. Поставление Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области номер 8П, оно также официально опубликовано с результатами кадастровой оценки по объектному характеру, опубликовано на сайте именно имущества Рязанской области. Поэтому вот три способа, пожалуйста. Хорошо, с организациями мы разобрались. В отношении физлиц, какие здесь особенности исчисления налога по кадастровой стоимости? Первая итерация по исчислению налога будет проведена налоговыми органами в 2016 году, за налоговый период 2015 года. Здесь будет применяться по первому туру государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2015 года. Тоже существенные изменения произошли в налогообложении. Вот я уже сегодня говорил о налоговой базе, также изменились и налоговые ставки. Опорную информацию по этому вопросу можно получить в главе 32-й Налогового кодекса Российской Федерации. Или посмотреть на нашем официальном сайте ФНС России налог.ру. Есть такой сервис, справочная информация о ставках и льготах, потому что ставки по налогу на имущество физических лиц устанавливаются уже не на региональном. А нормативно правовыми актами представительных органов муниципальных образований. То есть в каждом поселении, в каждом городском округе и в Рязанской области у нас действует своя система ставок по налогу на имущество физических лиц. Ну, как правило, ставки там дифференцируются на два типа. Это ставки по льготным объектам. Это жилье, квартиры, помещения, хозяйственные строения, сооружения на садовых и дачных, земельных участках, гаражи, машины, места. Здесь, как правило, ставка не превышает 0,3% от кадастровой стоимости. Ну и прочие объекты 0,5. За исключением, наверное, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Там определенные нюансы существуют уставления налоговой ставки. Это вот второе изменение. База ставка. Третье изменение, конечно, коснется системы налоговых вычетов. Для того, чтобы переход к исчислению налога от кадастровой стоимости вместо вот такой рудиментарной, интересационной, да, несоответствующей рыночным реалиям был более мягкий, законодатель предусмотрел применение вычетов. То есть это необлагаемая налогом сумма в отношении определенного объекта капитального строительства. Ну, скажем, вот по жилому дому, принадлеживающему гражданину. Необлагаемая налогом сумма определяется в размере 50 квадратных метров. По квартире 20 квадратных метров, по комнате, соответственно, 10 квадратных метров. Поэтому, обращая внимание, что нужно четко понимать, что действует система налоговых вычетов по объекту капитального строительства. Ну, и, конечно, еще будет переходный снижающий коэффициент. Если величина налога от кадастровой стоимости по физическому лицу будет больше величины налога от интересационной стоимости, то в этом случае еще будет использоваться снижающий коэффициент 0,2. Вот такая трудная система расчета налога на имущество физических лиц, но можно с ней легко ознакомиться, воспользовавшись нашим налоговым калькулятором. Он тоже размещен на сайте ФНС России. Вопрос, который волнует наверняка многих, сохранятся ли налоговые льготы в отношении социально защищенных налогоплательщиков? Да, ну мы неоднократно уже комментировали, и хочется еще раз санкцентировать на этом внимание. Конечно, налоговые льготы в отношении 15 категорий налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц, они сохранятся. Ну, скажем, вот для пенсионеров такая традиционная льготная категория налогоплательщиков. То есть, если объект налогообложения принадлежит пенсионеру, то он не будет облагаться налогом. Но существует серьезное ограничение права на применение налоговой льготы, который не использовался ранее. Льгота будет распространяться только на один объект налогообложения определенного типа. Скажем, если сегодня все жилые помещения типа квартиры у пенсионера освобождаются от оплаты налога, независимо от того, сколько их, независимо от того, в каких субъектах федерации они расположены, то есть можно иметь одну квартиру в Рязае, другую квартиру, например, в Подмосковье, и все эти объекты налогообложения освобождаются, независимо от их количества, то с 1 января 2016 года льготы будут ограничены только правом льготирования одного объекта определенного типа. То есть только одна квартира, соответственно, будет освобождаться от оплаты налога по льготным категориям налогоплательщиков, только один жилой дом, ну и так далее. Всего таких шесть типов объектов существует, с ними тоже можно ознакомиться в налоговом кодексе. А возможно ли самостоятельно рассчитать сумму налога, сходя из кадастровой стоимости? Конечно, я уже сегодня об этом говорил, мы предлагаем не пугаться вот той сложной формулой расчета с применением вычетов, понижающих коэффициентов, использованием налоговой льготы. Можно воспользоваться интернет-калькулятором, налоговым калькулятором, который размещен на сайте fns-россия-налог.ру. Достаточно внести информацию о кадастрном номере объекта капитального строительства и получить исчерпывающие сведения о том, как изменится налоговая нагрузка по этому объекту, начиная с 2016 года. Спасибо вам большое за разъяснение ситуации. Я напоминаю, что гостем сегодняшней студии стал заместитель и руководитель управления Федеральной налоговой службы в Призанской области Алексей Васильевич Лащенов. Мы обсуждали изменения с 1 января 2016 года относительно налогообложения имущества организации и физлиц по кадастровой стоимости. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин